Добрый вечер. Не успеешь подумать об отпуске, как власть меняет. Слава Богу, что пока без танков. Правда, вчера в Москве не работало несколько крупных магазинов, а это симптом довольно тревожный. Это к вечному моему спору с Бодровым в лице молодого поколения, кстати, сегодня на съемках. Нужно ли интересоваться политикой? Интересоваться политикой, видимо, не то, что нужно, а уже просто придется, и придется ей интересоваться довольно много. Если, например, 15-летняя девочка пишет нам в письме во взгляд, что в деревне у бабушки, где она провела лето, самое лакомое блюдо – имбиркорм с растительным маслом. Наш телефон в прямом эфире 217-9759. Прежде чем мы продолжим, хочу вам показать одну пленочку. Вам должно быть уже много раз признавались в письме, но это ничего. Я думаю, что услышать свой адрес приятное душевно здоровым людям не повредит. Заражать добром всегда тяжелее, чем злом. Энергии расходуется больше и душевных сил, но вам удается. Кстати, не приходила в голову идея провести встречу сторонников теории привлекательности жизни. Наверняка съездом партии всех мастей рядом с таким собранием делать было бы нечего. Честно говоря, мне очень близки и понятны ваши идеи. Мне очень интересно то, что вы делаете. Я никогда бы не осмелилась сказать, что вам не хватает еще одного ведущего, точнее ведущего. Но поскольку вы ищете человека, молодого, зараженного идеей, но не зараженного Москвой, то, может быть, им могла бы статья «Ведь звезды светятся». Чтобы каждый, рано или поздно, мог отыскать свои. Ну вот видите, у меня сессия, а я пишу вам письма. Значит, жизнь хороша и все только начинается. Вот такое видеописьмо мы получили из Ростова. Ну и, собственно, вот решили пригласить Иру сегодня выступить в роли, ну не ведущей, так и изнутри телевизора, нашим внутренним телезрителям довольно безответственная роль. Так что знакомьтесь, вот Ира Богданова из Ростова. Что у вас в Ростове говорят про то, что происходит? Волнуются в Ростове, волнуются, что поднимутся цены. А поднялись цены уже, нет? Нет, по-моему, не поднялись, но ходят слухи, что они поднимутся на 30%. На 30% даже? Да, те, кто может, у кого есть какие-то денежные запасы, бегут в магазины и покупают все, что можно купить про запас. Так что довольно неспокойная обстановка. Ну, 30, наверное, хотя все может быть. Я, вы знаете, все свои последние годы, сидя здесь вот, окопавшись в Останкино, я успокаиваю себя все время тем, что у нас в стране что-то изменится, когда придет другое поколение. То есть поменяется власть. Не вот политически поменяется, а биологически, так сказать. Да, наверное. У меня тоже только вот такая надежда. Потому что на власть, я считаю, что если сейчас мы будем бывать на наше правительство, то нам просто ничего не остается делать, как, там, я не знаю, давить на себе петлю. Поэтому надо не на правительство надеяться, а на тех людей, которые рядом с тобой находятся, на своих друзей, родных. Ну вот, Ира, смотрите, значит, вот уже с 87-го года мы вот выходим в эфир, уже, скажем, ну, Кириенко, он даже моложе меня. То есть новое поколение-то оно пришло. Но все равно вот... Не знаю. Может быть, вы? Вот, извините, ваше поколение. Ну, не я точно, я в правительстве не собираюсь. Ну, не в этом смысле. Когда началась перестройка, вы ходили в первый класс? Да. Да? Во второй. Во второй, да? Ну, вот, я говорю, другое поколение, нет? Да. А как вы себе вообще представляете вот всю эту историю перестройки? Как вы время Брежнева, представляете, Горбачева? Ну, вот Брежнева я не очень хорошо помню. Единственное, что я запомнила из вот телеэфиров своего детства, это почему-то, я не знаю, довольно такой абсурдный сюжет. Это похороны. Почему-то вот бесконечные похороны и бесконечные эти трансляции по телевизору. То есть я не знаю, я вообще стала сомневаться, нормально ли у меня с рассудком. Потому что нормальный человек, ребенок, почему вот именно такие эмоции, такие воспоминания из детства? Это вот то, что связано с властью. А Горбачев, я не знаю, я уже и комсомолкой не успела побывать. Интересно, что вы будете еще рассказывать своим детям про это время? Про сегодняшнее, вот сейчас? Не знаю, наверное, то, что это было неспокойное, смутное время, постоянные перемены, постоянные... Ну вот, наверное, надежда. Надежда всегда есть. Вот то, что я живу надеждой, и то, что мои друзья живут надеждой, что мы закончим учиться, мы пойдем работать, и мы что-то сделаем. Хорошее, я надеюсь. Вот этим, наверное, мы и будем жить, и об этом будем рассказывать. Вообще, когда тяжело, самое правильное, наверное, думать о детях, поскольку это все-таки какое-то будущее. Но вот в Ярославле случилось иначе. 37-летняя медсестра Марина Шикова не выдержала очередного скачка цен. Именно из-за детей. Их у нее шестеро. Из Ярославля, Элита Ефимова. Уважаемый Сергей Владимирович, вы представились мне человеком умным и понимающей боль глубиной России. По весне, когда закончилась картошка, и совсем не было денег, а вас не хотела утверждать Госдума, не поверилась в том, что обеспечить жизнь ваших сограждан терпела и верила вам много дней, которых, как мне кажется, прошло достаточно, чтобы поддержать мою надежду. Давно забытая зарплата, эти слезы детей, которые я не могу кормить три раза в день, это сумасшествие больше не вынести. Жена Михаила Шикова Марина была на год моложе бывшего премьер-министра России Сергея Кириенко. Письмо на его имя она так и не отправила. У нее долг был за квартиру полтора миллиона, считай так. Детских пособий не выплачивалось. Когда Михаил и Марина встретили друг друга, у обоих уже было по двое детей от первого брака. В новой семье родились еще две дочери. На каждого ребенка был заведен альбом, прекрасные фотографии были. Посмотреть все было рассчитанного этого человека при любви к детям. Легко не жили никогда. Марина работала медсестрой на 160 рублей в месяц. Михаил ушел с завода, не дождавшись зарплаты. Устроился лифтером с окладом 600 рублей. Вот и весь доход на 8 человек. Но думали не в деньгах счастье. Ну по крохам забирали. Где-то грешневой кашки оставалось, где-то макаронов чуть-чуть капли. Где-то пара яиц было, 4 помидора. Вот типа пиццы делаешь, берешь туда это все вбиваешь. Да, это все вбиваешь, это туда берешь туда все, лепишь, лепишь, лепишь. Туда все забрасываешь, яйца мне. Получалось вкусно, и все ели. Все довольные, все радостные. Очень выручала дача. Вернее, 10 соток одних грядок с главной кормилицей, картошкой. Да когда работал по жарке, просто люди говорили, Мишка, с твоими способностями можно было отстроить дачу. Дворец, говорит, была. Я говорю, я не могу-то. Я говорю, все-таки при форме. Не могу. Не могу. У матери Михаила на 4 сотках кормились яблоками. Сейчас детям возьмем. Пирог будем делать. Завтра зарплату получу, муки еще куплю. И нормально все. Детских пособий помощи малоимущим давно не видели, но детей все равно старались баловать. Она посмотрела, у нее материал был. Материал был. Ну, говорит, Аленка, ты, говорит, будешь у нас самое красивое, как принцесса. Она ведь свое платье. Из своего платья сшила платье. Прекрасное. Как ей было тяжело или не тяжело, вот, не знаю, но всегда она была чистенькая. А дети какие, всегда с бантами, всегда одетые. Ну, приятно даже посмотреть. Марина часто ходила на рынок продавать детские вещи, поскольку больше продавать в доме было нечего. Но надежда еще оставалась. На Гириенко писала. Тогда по телевизору смотрели, верили. Ну, чего верили? Что жизнь какая-то пойдет, новое правительство, новая жизнь пойдет. А потом грянул непонятный кризис в верхах. Обещания правительства будто цены расти не будут. Все подорожало. Сразу. Вот. Я же слежу, хожу каждый день в магазин. Я уже заметила сегодня. На много? Вот сардельки сочные, они уже подорожали. На сколько? Сколько было? 100 или 15. А сейчас 16. На все подорожало. На много? Не на много, но для нашего кармана достаточно. А на сколько, примерно? Ну, как он? Что ж? В среднем-то пошли на половину. Даже лишнего пряника не купишь, они тоже. А просят? Нет. В понедельник только капуста была перед этим. Я счастье сварил, а хлеба вообще не было. Вообще не было хлеба. Она еще тут с соседями говорила, говорит, я вот, говорит, сижу, сейчас, говорит, пойду домой. А хлеба-то, говорит, нету. И купить мальчик? А занять трудно. Занимать-то уже было бесполезно. В понедельник не было хлеба. А во вторник Марина Шикова, мать шестерых детей, выбросилась из окна девятиэтажного дома, квартиру в котором она ждала очень долго. Того недостаток, другого недостаток. Вот у ней шоковое состояние, минута, и все. Ведь бывает тошно на душе. И все. И вылетела, как птичка. И нету. Зайка маленькая проснулась. Маш, ты можешь улыбнуться? Я фотографируйся. Не до улыбок, Маша. Не улыбка. Посмотри, тебя что-то красиво. Каждый день мама, 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 стреливайся. Мама, 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 мама. Да, стреливайся. Один раз сама с собой зарядила. Мама, мама. Сегодня он с балкона мама, 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 плачет. Мама, мама. Что делаешь? Ничего не делаешь. Первая жена Михаила умерла от рака восемь лет назад. Вторую он похоронил на днях. Сейчас Михаил ждет осени, когда можно будет устроить самую младшую, Машу, в детский сад и идти на работу. Если не верит в будущее, тогда надо тоже закапываться. Надо жить, надо верить, надо ребят расти, чтобы они были добрые, веселые, хорошие, чтобы школу закончили, кто-то куда-то поступил, кто-то должен выучиться. Каждому свое. Вот такая история, после которой это довольно трудно говорить, но все-таки такие письма, наверное, не должны оставаться без ответа. Кстати, после отставки правительства известно, что Сергей Киренко и Борис Немцов взяли бутылку водки и пошли к шахтерам, которые на горбатом мосту около Белого дома все лето просидели. И, как выразился один из свидетелей, если бы не толпа, интересный мог бы быть разговор, у них был вид людей, которым есть что сказать, и они, наконец, это скажут. Мы пригласили Бориса Немцова и Сергея Киренко, Киренко к нам. В последний момент Сергей Киренко отказался, уехал на охоту, видимо, большое желание кого-то убить. Борис Немцов пришел, спасибо. Сергей Владимирович не кровожадный человек. Вот в такой ситуации может быть. Вот это письмо. Глянул этот август, эти ползущие вверх, цены, это давно забытая зарплата, эти слезы детей, которых не могу кормить три раза в день. Это сумасшествие, которое мне больше не нужно. Человека больше не нужно. Трагедия. К сожалению, очень-очень многие люди в стране, особенно многодетные, семьи, одинокие матери, они в тяжелейшем положении. Но, с другой стороны, говорить о том, что положение можно исправить за день, за два, даже за пять месяцев, это просто плохо знать свою страну и не понимать, какие процессы должны происходить, чтобы жизнь хоть чуть-чуть стала легче. Действительно, правительству Кириенко сильно не повезло, поскольку все пять месяцев его работы это сплошной кризис. Но сейчас это уже мало кого интересует, и, наверное, об этом не надо говорить, а надо говорить о том, что делать. Что делать людям, что делать властям, чтобы преодолеть самые-самые страшные последствия, которые может нести Кириенко. Вот как раз Ирина Вазарова... Но поэтому мы пошли к Шахтерам, да? Ирина... Нет, мы к Шахтерам не поэтому. Пошли. Я вообще с Шахтерами встречался летом. Это я помню, да. Без пресса, к счастью. И обещал им прийти в конце лета и поговорить о том, что нам удалось сделать, что не удалось, что мы будем делать. Но так совпало, что в конце лета случилась отставка, поэтому лучше поздно, чем никогда, и мы вместе с премьером пришли. Вокруг этого много сразу всяких слуков, домыслов, догадок. На самом деле был очень такой человеческий разговор. Были, конечно, люди среди Шахтеров недовольные, были те, которые хотели услышать правду, что действительно происходит в стране. как всегда. Как всегда. Что касается ситуации, то, вот вы знаете, я посмотрел последний сюжет, ну и все предыдущие, то, что Ирина рассказывает, что происходит в Ростове, и настолько мне показались мелкими и такими убогими вот эти торги политические, которые сейчас происходят. в Думе, в первую очередь, поскольку там должны утверждать премьер-министры, настолько несущественно для народа то, какой портфель кто получит, что... А, кстати, тем не менее, вот по поводу утверждения. Вчера сообщили, что процедуру утверждения премьера перенесли на понедельник. Она должна была быть значительно позже, потому что хотели слушать его программу. Да. И так очень серьезно как-то сегодня с утра говорили о том, что может быть связано просто с тем, что президент устал или может устать. Президент может и устать. Президент тоже человек. Дело не в президенте в данном случае, а дело в том, что страна оказалась и в пучине кризиса, действительно закрыты магазины, и не два магазина, не три, а очень многие, поскольку торговцы просто не знают, по какой цене продавать товар. Вот. Люди, очень многие, последние деньги, которые у них есть, тратят, чтобы запасти что-то на зиму, это давно забытая традиция, которая в советское время существовала, сейчас возрождается. Вот. Я знаю, что даже жетончики в метро закупили на полгода вперед, поскольку это некая твердая валюта. Самая главная трагедия в том, что такой хаос нарастает финансовый, а человека, которому могли бы не то чтобы поверить, но хотя бы послушать, просто нет. Поэтому, на мой взгляд, надо немедленно утверждать Черномырдину, нравится Черномырдину, не нравится Черномырдину, поддерживают его, не поддерживают те или иные партии, блоки, силы. Надо утверждать, чтобы было с кого спросить. Давайте на вопрос сферы, может быть, ответим. Все-таки, условно, я так за вас. Насколько могут вырасти цены? Вы знаете, на отечественные товары вот то, как сейчас происходит, могут вообще не вырасти. И вот говорят, что практически все потеряют от кризиса, но кто все-таки выигрывает? Как это не покажется, может быть, парадоксально, выигрывают отечественные производители продовольствия. Потому что они платят за все в рублях, а рубль дешевеет. Да, потому что фактически им не нужна валюта в чистом виде. И кроме того, импорт ограничивается в страну из-за того, что дорожает доллар, а у народа нет денег, чтобы заплатить за импортные товары. Сигареты, например. Говорят, что у нас по продовольствию, но я, правда, не специалист. Импорт составляет чуть ли не 90%. Нет, конечно. Но импорт в Москве действительно больше половины, но в среднем по стране он где-то 35-40%. То есть, в наш взгляд, продовольствие все-таки сильно не пойдет. Покупайте российское. Вот мой первый совет. Во-первых, потому что не подорожает. Во-вторых, потому что если мы будем российское покупать, то в конце концов мы будем развивать свою собственную экономику. То есть, здесь и патриотизм, и здравый смысл в данном случае абсолютно одно и то же. Что касается того, как повысится цена на импортный товар, то это прямо связано с курсом рубля по отношению к доллару. Если доллар подешевеет, подорожает на 30%, то цена выросла на 30%. Вот иногда бывают такие ажиотажные колебания цен, когда просто торговцы, застраховавшись на будущее, резко повышают цены, но народ их быстро наказывает. А перейдет собственность? Возможен и необходим. Необходимо банкротить группировки финансово-промышленные, которые не платят налоги и зарплату своему персоналу, необходимо менять управленца. Ведь что сейчас происходит? Вот многие группы, которые в Москве имеют свои офисы, обладают огромной собственностью, в том числе и в провинции, в том числе и в Ростове. Им совершенно наплевать на то, как там люди работают, как там зарплату получают, чем занимаются предприятия. Главная цель высосать деньги, сосредоточить их либо в Москве, либо за границу вывести. Вот такая оккупантская экономика, когда себя хозяев ведут как оккупанты, ничем иным, кроме как крахом, финансовым, экономическим закончиться не может. Поэтому банкротство это действительно выход. Но это не национализация? Тут с коммунистами у нас немного разная позиция. Коммунисты считают, что надо все национализировать, и тогда будет хорошо. Если национализировать, то значит, всем будут управлять чиновники. Хуже, чем чиновники, даже олигархи не управляют. То есть, это ужасно. Чиновникам нельзя давать управлять, надо дать людям возможность нормально работать. Поэтому моя позиция такая, да, возможно, банкротство и национализация, но не как самоцель, а как способ найти нового собственника, который сможет управлять предприятием, как положено. Ир, есть вопрос? Ир, согласна? Я согласна в одном, что не надо бросаться из крайности в крайность. То есть, наша страна уже настолько металла, что сейчас опять сказать, что вот мы все разрушим до основания, а потом мы наш новый мир построим, то есть, но это не выход. Надо, я не считаю, что революция это выход. Вот реконструкция. Я и говорю о реконструкции. Не надо банкротить все предприятия. Те, кто нормально работает, платят налоги, пусть работают. То же самое касается банков. Единственное, что нужно, нужно сейчас прямо и твердо, желательно президенту, выйти и сказать, граждане, вы храните в банках огромное количество денег. Я вам гарантирую, центральный банк гарантирует, правительство гарантирует, что ваши вклады не пропадут. Вот это надо сделать. Те, кто не хочет содержать вклады, например, в частном банке, не верят ему, пусть откроют счета сберегательных банков, за которые несет ответственность центральный. Вот это заявление уже бы успокоило людей. Это первое. Это вопрос даже не только в деньгах, потому что большинства людей денег-то, в общем, нет. Мне кажется... Ну, знаете, сколько на счетах людей-то? Хранить нечего, но я вам могу сказать, сколько хранят. Сумму назвать? Не доверяют. Сумму назвать? Хранят где-то миллиардов новых 200 рублей. 200 триллионов старых рублей. Вот столько денег. Вы говорите, нет денег. Есть деньги? Другое дело, что не у всех есть деньги. Не у всех есть деньги. И те люди, которые хранят такие большие деньги, я не думаю, что... То есть для них это не будет такой большой трагедии. А вот если бюджетники, учителя, врачи будут хранить свои деньги, которых у них в принципе нет в Сбербанке, вот для них это будет трагедия. Безусловно так. Но вы знаете, за что Егор Тимурович Гайдара не любит? За что? За то, что считают, что из-за его правления были уничтожены вклады в Сбербанках. Поэтому это очень серьезная тема. И нельзя сбрасывать со счетов вот эти огромные средства, которые люди откладывали, даже отщипывая там ничтожную сумму. Нет, конечно, да, конечно, да. Но мне кажется, вот важнее отсутствие смысла. Мне кажется, что люди, когда они теряют смысл жизни, вот тогда они... Когда начинается это социальное напряжение, тогда вот возникает вот ощущение, что что-то такое нехорошее происходит. В этой связи мы пригласили наших давних героев, людей, которые пытаются в нашей неустойчивости, но твердо встать на ноги. Интересно, вот, что они думают о нынешней ситуации. Но сначала несколько еще других наших героев. Хотелось тоже услышать. Наш телефон 217-9759. Вы тоже можете позвонить. Мы попробуем успеть ваши вопросы преодолевать. Морис Ефимовичу или вы, может быть, Ире. Я считаю, что это более чем серьезно. На мой взгляд, это начало большой смуты, последствия которых просто непредсказуемы. Кинорежиссер Сергей Говорухин, сын Станислава Говорухина. После начала войны в Чечне решил, что главное для него снять правду об этом. Делая свой фильм «Проклятые и забытые», на фронте потерял ногу. Сейчас руководит фондом инвалидов войны в Чечне и Таджикистане. И пытается хоть как-то помочь тем, о ком забыло государство. Как вы сами понимаете, это одна из наиболее незащищенных таких просвоек населения. Пенсия у нас просто смешная, 350 рублей. Пособия тоже, в общем-то, как бы невелики, которые мы выплачивали своим инвалидам, опять же, за счет своих каких-то оборотных ресурсов, за счет той деятельности, которую мы вели, которая теперь может просто остановиться. Мне, допустим, импонировал Кириенко, он правильно сделал, что отпустил этот доллар. Не знаю, хотя я тоже не уверен, что он был в семипяде во лбу экономиста, и действительно желал много хорошего в этой стране. Но возвращение обратно Черноморья, я считаю, это ужасно. Это просто губительно. Ельцин уже давно, ему надо дедушке Ельцину просто на покой. Он хороший мужик, хороший дядька. Он на танке стоял, рукой махал. Молодец. Он молодец со всех сторон. Но всему есть свой конец. Разумный. Сергей Матевосян, руководитель Центра помощи наркоманам «Новая жизнь». В прошлой жизни предприниматель. Бросил бизнес, ушел в религию. Собирает по подвалам умирающих наркоманов и в своем центре пытается вернуть их к жизни. Независимо ни от какого кризиса, в любом случае есть люди, сердца которых открыты для того, чтобы помогать бедным и несчастным. И независимо ни от какого кризиса, они все равно будут давать, они будут помогать. И поэтому мне, конечно, хотелось бы обратиться ко всем людям доброй совести, которые хотят помочь, которым небезразлично эти молодые 16-17-13-летние парни, которых сегодня наркотик косит просто. По сравнению с 17-м годом, последующим за ней гражданской войной, Великой Отечественной войной, все это пустяки. Все это... Россия так живет, мы это знаем, скучать не дают. И правительство, которое обязано изумлять народ, выполняет свою задачу, ну, послотоково-щедрину. Кинорежиссер и продюсер Сергей Сельянов. Один из идеологов нового русского кино. Редкий человек. Кроме того, что снимает сам, умудряется находить деньги на то, что снимают другие. Именно так появились, например, фильмы «Брат», «Блокпост» и особенности национальной охоты. Кино, мало того, что его производство, завязано на долларовые какие-то установочные, да, всякие цифры, привязаны к доллару. Но еще и рынок наш очень пока хилый, но тем не менее существующий. Видеокассеты, кинотеатры вот сейчас стали люди посещать. Получается, что сейчас кассета должна стоить уже 60 рублей, билет в хороший кинотеатр, в который люди уже привыкли ходить и любят ходить, должен стоить, ну, если говорить про Москву, то, наверное, 150 рублей, если, условно говоря, мне поставили некачественную пленку, я, естественно, взбудоражен. Ну, что это такое? Так нельзя. Вот сейчас мне поставили некачественное правительство. Оно мешает снимать кино. Я взбудоражен. Надо знать, что такое перестройка. Независимо, какая она бы не была в каком государстве, а что такое перестройка. Перестройка выполняет три основных задачи. Первая, любая перестройка, она направлена на улучшение жизни простого народа. Только это, улучшение жизни простого народа. Юрий Васильевич Егоров пенсионер, руководитель сельского радиоузла в республике Мариэл. Знаменит тем, что всю жизнь покупает все лотерейные билеты. За последние 40 лет выиграл 6 будильников, 2 лодочных мотора, мотоцикл, Запорожец, 10 авторочек и много чего еще. Как видите, не разбогател, но надежды не теряет. Наверное, в правительстве знают перестройку, что такое. Вот это у меня непонятно. Почему они вот эту задачу выполняют, вот как сейчас сказал три. Но почему они это не сделали? Вот это мне непонятно. Или, может быть, никто не подсказал, да кто-нибудь должен знать, что такое перестройка. В теленовостях, в теленовостях, которые сейчас бурно так обсуждаются все политические новости, выступал Рыжков. И он говорит, вот я даже записал, надо понять, говорит он, что 17 августа мы живем в совсем другой стране. Вот. Я не знаю, в какой стране 17 августа живет Рыжков, кого он имеет в виду, мы, но, к счастью или к сожалению, но мы живем все в той же стране. Писатель Валерий Писигин когда-то начинал с того, что пытался предать комсомолу человеческое лицо. Создал клуб имени Николая Бухарина. Сейчас пишет книги и по-прежнему ищет смысл жизни. Просто ездит по России и разговаривает с людьми. Напасти множатся. Самая серьезная беда это то, что вот сейчас идет дождь, вымокла картошка, они остаются наземными без этого основного продукта. Это все. Гораздо более серьезная проблема, чем девальвация, чем все эти кризисы. А знаете что? Вот эта надежда, надежда, она теплится. Я был год назад на празднике в Торжке, на традиционном, там отмечают каждый год день рождения Пушкина. Он носитель какой-то радости. Рядом с ним нет безысходности вот этого брюзжания, вот такого, о котором мы с вами сейчас разговариваем. Потому что вы мне такие вопросы задаете, чудовищные, страшные. Да, плохо, да, страшно, да, жизнь хуже. А все равно, вот, где присутствует Пушкин, а он в России везде присутствует, нету, нету, вот, безнадеги. Спасибо нашим коллегам с местных студий телевидения. Без них мы просто бы не успели собрать все эти пленки. Это Пермская компания Т7, Ешкаролинская, Мэриэл, Рита Панфилова из Иркутска и многие другие. Ну, а трое наших гостей приехали сами обсудить вот эту, эти проблемы. Из Иркутской области тоже вот мой тезка Александр Денисович Любимов, фермер, который основал такое хозяйство Доброта, где все сгорело. Может, помните еще деньги вам. Кстати, вот деньги вам Кобзон передал. Сгорело все? Кво? Деньги? Нет, почему? Деньги мы получили, но там сложности в том, что навязывает каждый свою услугу. Банк? Да. Банк не сгорел? Банк не сгорел. Он же живет. Ну, вы вот как чувствуете там, совсем в вашем лесу то, что происходит? Мы себя чувствуем ну, как, нормально. У меня шестеро детей. Я пытаюсь, что они помогают мне. Ну, когда с правительством отношения, у нас случилась беда, я бы обратился к милости сердца человеческого, президента, правительства, Уринсона. Борис Ефимович ответил, спасибо, ну, это просто бюрократическая бумага. милости сердца у правительства нет. Правительство же работает? Они неправильно делают свою работу. Вы считаете, что они должны больше говорить правды? Ну, как бы, они должны выполнять свою работу, ведь правительство это, как бы, от Господа нам. Они должны делать все, чтобы было благо для человека. Если правительство будет говорить правду, тогда курс еще больше упадет, да? Мне кажется, наоборот, что если правительство будет говорить правду и при этом делать конкретные предсказуемые вещи, то курс так вот шарахаться не будет. Наоборот, незнание или неопределенность рождает вот такой хаос и ажиотаж. Главное, это объяснять, что ты делаешь. Вот хочешь, что ты сделаешь. Допустим, неправильно. Ну, по крайней мере, понятно. Хотел сделать я-то. Потом обсудили, выяснилось, что нужно скорректировать, корректируем. А когда подковерное решение принимается и потом как обухом по голове людям оно ударяет, вот это самая большая проблема для России. Кстати, правительство Кириенко, и тут, наверное, вы можете это подтвердить, гораздо больше появилось людей, которые объясняли, по крайней мере, что они хотели сделать. Кризис, да. Как будем преодолевать вот такие есть пути. Болезненно, да, болезненно. Какие будут результаты? Возможно, улучшение, но для этого нужно пройти какие-то определенные шаги. Мне кажется, что в этом смысле как раз последовательно себя вел Сергей Владиленович, ну и в целом правительство. Хотя, конечно, времени мало было, чтобы радикально что-то улучшить. Вот коллега Александр Денисович, фермер из Кировской области, Александр Орловский, несколько месяцев назад был у нас своим сыном, сыном Лешей, сейчас с дочкой. Как у вас там? Я тоже Александр Леонидович, как вы? Не, я Михалыч. То есть Михалыч. Так что я хочу сказать? Вот прямо глядя в глаза бывшему премьеру. Да, сегодня, кстати, вроде Ельцин подписал отставку, да? Да, я как крестьянин, потомственный мужик, я точно знаю, у меня твердое убеждение. Кириенко, Немцова зарезали за то, что были опасны, за то, что они висели на острие, за то, что у них клад ума. Если бы хоть кто-нибудь когда-нибудь в России или за рубежом сказал, упрекнул в неумности, в неумении, у них колоссальный КПД, они просто опасны своей типучестью, деятельностью, и их не только внутренняя красота, внешняя и внутренняя красота, я никогда не поверю, что Кириенко, Немцов не способны. И я знаю, что за ними будущее. Я верю. А у вас как там? А у нас как? Ахиллесовой пятой беды России, на мой взгляд, является земля. Оторвали мужика от земли, как Ахилла. Вот и все проблемы. Вы дайте волю мужику. Не справились на протяжении многих поколений с землей. Отдайте. Ну что же у меня 10 лет в собственности земля, а это фига в лист, а не собственность. Я же не имею права распоряжения. Сейчас бы она девальвировалась, а так хотя бы нет. Мы подгоняем какой-то кодекс, у нас есть конституция, кодекс просто соответствовать должен конституции на собственность земли. И еще самое большое богатство, люди, вот я в прошлой передаче сидел перед вами, уголовник, особо опасный преступник, с пятью статьями, а вы поверили. Вот сейчас я докладываю вам, что я могу пожать вам руку, спокойно взглянуть в глаза. Высшие инстанции судебные я оправдан. Оправдана моя жена. В наших действиях не было состава преступления. Поэтому первое российское хозяйство разорено по воле не умных людей, ни Немцова, ни Кириенко, а наших местных правоведов. Владимир Кислицын, владелец единственного в России частного моста, который построил своими руками в лес долги, тоже герой нашей программы. Ну вы подняли плату за проход? Нет. А почему? У нас даже магазин закрывает не потому, что нет товаров, они ждут, какой курс будет, чтобы понять, как торговать, чтобы не прогореть. А что же вы прогорите? Прогорите? Я в любом случае не прогорел. Мост я строил не для собственного обогащения, в первую очередь, для того, чтобы было людям удобнее, для того, чтобы у меня какой-то был более-менее постоянный источник доходов. И то, и другое сохранится, если я не подниму плату. Подниму плату, люди не будут иметь возможности ходить по этому мосту. Вот и все. Ну что у вас говорят про этот кризис? Что про этот кризис говорят? Тоже тяжело воспринимают, и я вот сейчас только, чтобы он еще раз поражен этим сюжетом с Мариной Шиковой. Конечно, это не выход из положения. Всем нам головой в омут бросать смысла нет. Ведь мы ничего не улучшим, ничего не спасем. Цены у нас тоже полезли вверх, особенно на импортные товары. А на российские? Как? На российские? Ну, основные продукты питания пока на старом уровне. Хлеб, сахар, яйцо, мясо. Именно наше производство, наши товары, они на старом уровне. Но тем не менее, все равно не хлебом и один, и Борис Ефимович жив человек, и российский в том числе. Сегодня все попробовали уже товары более высокого качества, не всегда может быть. Конечно, это тоже больше ударить. Чего больше всего боитесь? Народ начал привыкать к стабильности, и вот эти перетряски, полагаю, неумные перетряски в правительстве в нашем, хорошим не приведут. Это действительно потеря у людей веры, потеря надежды, последней надежды, может быть. и вот такое еще понижение жизненного уровня, оно может привести только лишь к гражданской смуте. Ну, вы думаете, да? Ну, ведь опускать человека можно до определенного предела, Александр Михайлович. если вчера ему нечего было кушать, и сегодня ему нечего кушать, а на завтра его даже лишает этой последней надежды, что он будет когда-нибудь кушать, он по неволе будет искать другой путь. Лучше не говорить, чтобы не случилось. Реклама. Эстетично и практично. Кодек Экспресс. Классная пленка. Удобные фотоаппараты. Качественная проявка и печать ваших фотографий. Возможность обработки и увеличения любых изображений. Магазины Кодек Экспресс всегда рядом с вами. Кодек Экспресс. Все для лучших снимков. Хорошее настроение? О, мамма миа. С другими колготами это случается. Поэтому мой выбор Филадора они удобны, долговечны, безупречны. Колготы Филадора из нежной пряжи с лайкрой. Превосходство зримо. Ощутимо. Колготы Филадора попробуйте, почувствуйте, сравните. Филадора всегда хорошее настроение. Наслаждайтесь настоящим японским качеством. Теперь и на большом экране серии телевизоров с кинескопом Панаблэк. Панасоник. Не все болеутоляющие средства действуют одинаково. Нурофен не только снимает головные боли, но также быстро находит источник мышечных болей, боли в спине, менструальных и других видов болей, действуя целенаправленно. Нурофен быстро обнаружит и снимет боль, вернув вам радость жизни. Болеутоляющее нового поколения нурофен действует там, где это необходимо. Ольга, мы были молоды и только Ольга, мой новый альбом для вас. Свежесть натуральных фруктовых соков. Вот что делает вкус скитлс таким неповторимым. Скитлс, попробуй радугу фруктовых ароматов. Чистый, совершенный звук. Звук, где оживают миражи. И бесконечность становится реальной. хай-фай мини-системы СОНИ. Мир чистого звука. Это СОНИ. Пошли телефонные звонки, вопросы, времени не очень много осталось. Почему падают все акции, кроме Газпрома? Потому что Черномырдин? Риторический вопрос, но должен вам сказать, что за 8 месяцев акции Газпрома упали процентов на 60, на 70. Так что просто падать некуда дальше. А если Черномырдин не утвердят, что будет? С акциями Газпрома? Нет, с нами. Пусть утверждает любого другого. Но только утверждайте быстрее, что было, с кого спрашивать. Вы остаетесь в Москве или в Нижнем вернитесь? Я в Москве. И что? Я в отпуск. Понятно. Потом, через месяц приму решение. Будет ли запрещен доллар и что это может означать? Запрет доллара это большая беда для российской экономики. Заведут какой-то золотой червониц? Пусть вводит чего угодно. Дело в том, что российская экономика уже сильно связана с мировой и железный занавес, а именно это и случится. Это трагедия для миллионов людей, которые может быть даже и не мыслят, что где-то рядом ходит доллар. Ну, например, люди покупают хлеб, оборудование на хлебозаводе завозят из-за границы или какие-то составляющие при производстве хлеба. Отмена доллара означает, что этого не произойдет. Пострадают миллионы людей. Тот же автор могут ли запретить частную собственность? Не меньше глупость. Наоборот, мне кажется, нужно дать людям инициативным возможность нормально работать. Вот как только что была беседа, вы говорили о собственности на земле. дать людям возможность зарабатывать. Вот интересно спросить наследницу этой самой земли, Таню, как отреагирует провинция, если запретят собственность частную? для меня самое важное, чтобы была возможность продолжить то дело, которое делал мой дед, мой отец. А для этого мне нужна земля. Нужно право, чтобы я могла распоряжаться ей, как желаю. Яра, вы что думаете? Я думаю, что по поводу вопроса земля, конечно, люди, я понимаю их обиду, конечно, не должны иметь право распоряжаться своей землей, то есть, но это не дело, когда человек работает, вкладывает всю душу, весь свой труд в эту землю, в итоге находятся в таком подвешенном состоянии, то есть, вот эта неизвестность это самое плохое, потому что в конце концов может возникнуть такое, что на этой земле некому будет работать, нет хозяина, и вот этого ничего хорошего нет. Проблема-то в другом, не так много желающих иметь землю собственно. Это точно, это точно. Поэтому не давать тем, кто хочет, это... Последний вопрос, если мы успеем, как выживать в смутные времена и не опуститься? Я считаю, что нужно держаться за свою работу. Если не хватает денег на этой работе, искать другую, любую, не отказываться ни от чего, и не унывать, следить своим здоровьем. Ну что ж, спасибо большое всем, кто сегодня собрался обсудить происходящее. Еще один последний звонок от семьи, который благодарит вас всех за то, что нашли время приехать и добавить уверенности в завтрашнем дне. Так что мы тоже будем уповать на непреходящие ценности. Поскольку главные события в нашей России всегда приходятся на выходные, то будем ждать выходных и новостей от выходных. Все только начинается. Все?